Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как я сделал самодельную батарейку из обычной алюминиевой фольги, с помощью которой можно получить электричество в экстремальных случаях. Но перед тем, как делать саму батарейку, мне понадобится сделать инструмент для её изготовления, а именно гидравлический пресс. Для этого я взял две одинаковых толстых стальных пластины по 8 мм, в которых я сначала просверлил отверстия по 6 мм, а потом расширил их до 9 мм. Для основания я взял ещё одну пластину и просверлил в ней такие же 4 отверстия, чтобы они совпадали с отверстиями в первых двух пластинах. Из всего этого добра я с помощью 4 шпилек и нескольких гаек собрал вот такой пресс, давление в котором будет создаваться с помощью гидравлического домкрата на 5 тонн. И да, не спешите писать свою критику в комментариях, я знаю, что в такой конструкции много недостатков, но за неимением материала пришлось довольствоваться и этим. Ладно, и так сойдёт! Для теста я попробовал расплющить в таком прессе 3 зубочистки. В принципе, результат меня удовлетворил. Теперь приступим уже к изготовлению самих батареек, а конкретнее к основной их части, к угольному катоду. В качестве токоприёмника будет служить металлическая сетка. На ebay я заказал две таких из нержавейки с разным размером клетки, чтобы проверить, какая же из них эффективнее. Из обеих сеток я вырезаю токоприёмники размером чуть больше кредитной карты, заодно оставляя отходящий электрод. Ещё для своего эксперимента я хочу покрыть одну партию токоприёмников слоем графита, тем самым увеличив площадь поверхности. Конечно, решение сомнительное, но на этом этапе я ещё этого не знал. Графит у меня находится в виде спрея. Его используют для создания токопроводящих поверхностей. Кстати, при его высыхании на сетке получились довольно занятные разводы. Для одной батарейки мне понадобятся два токоприёмника, из которых впоследствии и будут сделаны катоды. В целом я из мелкой и крупной сетки сделал по четыре токоприёмника, половина из которых ещё покрыта графитом. Теперь настало время для использования моего пресса, но сначала нужно нанести на токоприёмники слой активированного угля, который будет служить ассорбентом кислорода. Для этого я в качестве клея взял двухкомпонентную эпоксидную смолу. Застывает она примерно за полтора часа, что достаточно для того, чтобы успеть нанести уголь на токоприёмники. После перемешивания эпоксидки я наношу её тонким слоем на металлическую сетку. Тут главное не переборщить с эпоксидкой, чтобы она в будущем не увеличивала сопротивление катода. После нанесения эпоксидки я просто насыпаю мелкий активированный уголь на такие полуготовые катоды, а также на одну из пластин пресса. Тут главное равномерно распределить уголь, чтобы давление распределялось по всей площади. Теперь я закрепляю верхнюю пластину гайками и спрессовываю такие угольные катоды как можно сильнее, после чего уже зажимаю их нижними гайками. При большом давлении уголь будет гораздо плотнее прилегать к металлической сетке, отчего понизится сопротивление и в целом эффективность работы батареи. В принципе, так можно оставить анода на 12 часов до полного застывания эпоксидки. Однако, если у вас нет столько времени, то этот процесс можно ускорить при помощи нагревания. Для этого я нагреваю пластины с помощью газовой горелки, примерно до 100 градусов, после чего оставляю всё это на 40 минут. Спустя это время всё уже затвердело, теперь можно открутить гайки и посмотреть, что же там у меня получилось. В принципе, выглядит неплохо. Теперь у меня готово два угольных катода. Осталось сделать ещё шесть таких, для полного эксперимента. В итоге, у меня получилось восемь разных катодов. Четыре из маленькой сетки и четыре из крупной. Как видно, активированный уголь отлично прилип к токоприёмнику. Если измерить сопротивление, то оно в целом не сильно большое. Теперь уже можно приступать к сбору самой батарейки. Для начала нужно сделать корпус. Для этого я взял вакуумные пакеты для еды и вырезал из них такие кармашки. Края я спаял тем самым вакуумным упаковщиком. Получился довольно-таки неплохой корпус, скажу я вам. Теперь настала очередь самого важного, анода, который будет сделан из обычной алюминиевой фольги. Для этого я оторваю лист размером примерно 30 на 30 сантиметров и складываю его несколько раз, чтобы он приобрел размер примерно с кредитную карту или же чуть больше. Ещё нужно вырезать небольшой отросток, по которому и будет течь электричество. Кусок фольги я заворачиваю в салфетку. Теперь этот бутерброд из салфеток я обкладываю с двух сторон двумя угольными анодами, чтобы повысить эффективность батареи. Крепится это всё между собой, как вы понимаете, классическим скотчевым методом. Ну, как же без него? Ну и напоследок я помещаю всё это в кармашек из плёнки, после чего запаиваю его в том же китайском упаковщике. Ну вот и всё, классическая алюминиевая воздушная батарея готова. Остальные шесть анодов я тоже пустил в дело, сделав в общей сложности четыре батареи разного типа. С токоприёмниками покрытыми и непокрытыми графитом, а также с разным размером сетки. Пока в них нет электролита, все эти батареи неактивны, но по идее могут храниться вечно в сухом и прохладном месте. Ну что ж, теперь осталось лишь испытать такие полученные самодельные источники тока. Для этого в них нужно добавить электролит, то есть раствор, проводящий электрический ток. Для первого испытания я приготовил слабо-щелочной электролит, состоящий из растворённых 5 грамм поваренной соли и 5 грамм пищевой соды в 100 мл воды. Я стал реально ленивым химиком и все растворы теперь готовлю на магнитной мешалке. Сначала я в первую батарею, в которой ещё есть графит и толстая сетка, добавляю 20 мл солевого электролита. Спустя пару минут всё пропиталось, и можно уже измерить напряжение. Как и ожидалось, в солевом электролите напряжение составляет около 0,7 В. Химическая реакция здесь довольно простая. На аноде происходит полуреакция окисления алюминия гидроксид анионами, а на угольном катоде в полуреакции кислород реагирует с водой, образуя те самые гидроксид анионы. В целом, реакция выглядит как окисление алюминия кислородом в присутствии воды, в ходе которого выделяется 2,7 В. Это достаточно высокий показатель среди химических источников тока. Сейчас у меня реакция идёт не на полную, так как на поверхности алюминия присутствует оксидная плёнка, из-за чего напряжение получается довольно маленькое. Чтобы ускорить реакцию, я впрыскиваю в батарейку ещё 10 мл 10% раствора гидроксида натрия, при этом можно сразу наблюдать, как растёт напряжение на мультиметре. Сейчас гидроксид натрия удалил всю защитную плёнку с фольги, после чего напряжение стало около 1,6 В, что довольно неплохо, хотя сила тока здесь не очень высокая, всего 0,75 А. От такого напряжения уже можно запустить небольшой электромотор на малых оборотах. В принципе, мощность такой самодельной батарейки сравнима с обычной пальчиковой, которая выдаёт похожее напряжение в 1,2 В. Я протестировал и другие свои батареи. Наилучший результат по напряжению и току, как я и предполагал, показала батарея с токоприёмником из мелкой сетки, без графитового покрытия. Если же соединить последовательно две таких самодельных батареи, то напряжение удвоится и составит около 3 В, от которого уже можно зажечь простенький светодиод. Красный светодиод требует меньше напряжения и зажигается легко, а вот, к примеру, белому уже нужно около 3,5 В, поэтому тут он горит довольно слабо. Единственная проблема в такой самодельной батарейке в том, что при добавлении гидроксида натрия начинает растворяться алюминиевая фольга, от чего такой источник тока может проработать максимум несколько часов. Однако в неактивном виде, то есть если хранить сами батареи и электролит отдельно, то они могут пролежать десятилетия и быть активированы лишь в экстренном случае. Такие батареи имеют в несколько раз меньший вес, чем литий-ионные, от чего могут быть использованы как экстренные и легкие источники тока. Можно даже внутрь такого пакета с батареей положить пакетик с электролитом, который при надавливании лопается и запускает химическую реакцию. Если соединить такие батареи последовательно, то можно запитать и небольшие электроприборы. К примеру, вот такое радио. Не хотите ли послушать немного эстонского радио? Оно как раз и потребляет примерно 3 вольта, так что такие мои самодельные батарейки легко справляются с этой задачей. Этот аппарат довольно старый, я взял его у своих родителей, так как сам радио я уже давно не слушаю. Радио не слушаю потому, что часто в эфире хороших песен попадается довольно мало, да и зачастую приходится слушать пустую болтовню радиоведущих. В своем следующем эксперименте я уже решил не мелочиться и соединил все свои батарейки в последовательную цепь, напряжение которой составило около 4,5 вольт. Я подключил к такой самодельной цепи из батареек свой старый добрый дисковый проигрыватель со своей любимой музыкой. К примеру, с диском группы Linkin Park. Однако такую неуклюжую установку с собой таскать как-то не очень удобно, да и треки часто повторяются. Короче говоря, эта дисковая технология все равно уже давно устарела. Другое же дело слушать музыку на смартфоне или же дома на компьютере. И для этого мне очень нравятся стриминговые сервисы, одному из которых я даю большее предпочтение – Яндекс.Музыке. Здесь новые песни подбираются для вас с помощью искусственного интеллекта, который учитывает ваш предыдущий выбор. К примеру, учитывается жанр, темп и другие музыкальные параметры, на основании которых сервис и предлагает новые треки. К примеру, тут есть плейлист дня, который формируется на основании вашего вкуса. Сервис сам собрал то, что мне больше всего нравится, соответственно тому, что я слушал раньше. Так как мне нравится в основном рок или инди-рок, то здесь мне предлагают ACDC или The Neighborhood и даже некоторые неожиданные треки, которые тем не менее мне очень нравятся. Переходите по ссылке в описании, там вы найдете плейлист дня, который сервис подобрал для меня на основании моих вкусов. Надеюсь, мой музыкальный вкус вам понравится. Из использованных батареек можно вытащить те угольные аноды и использовать их повторно после просушки и промывки. Надеюсь, что вам понравилось это видео про такие самодельные батареи, которые, я думаю, в будущем будут использовать как экстремальные источники тока. Но если вы хотите увидеть еще больше видео про электрохимию, не забудьте поставить лайк этому видео. Если вы не подписаны на канал, то подпишитесь на него, чтобы в будущем узнать еще много нового и интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...